ПЕСНЯ ПЕСНЯ Начинаем 25 главу, где они отпускают 1 по 12 стихи. Сергей Ильин. Почитайте. Господи, Балагослови. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кисарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кисарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он. Которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обденяют его. До 12 стиха. Хорошо. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кисарию. И на другой день, сев на судейское место, повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесария. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сие обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты требовал суда Кесарева, и Кесарев и отправишься. Толкование. Вот ясное и открытое показание. Я, говорит Павел, соблюл себя чистым во всем. Не согрешил ни против Бога, ни против закона, ни против человека, ни против церкви, храма. То есть я никогда не бесчестил храмов иудейских, построенных из камней. Хотя знаю, проповедую, что Бог живет в неврукотворенных храмах. Также никогда не оскорблял совесть иудеев по ношениям их иерея. Хотя более уже не внемлю и архиереям иудейским. Хочу идти в Рим, к Кесарю, и там принять суд. Требую, говорит, этого от себя. И на слова «знаю» и «проповедую» Игнатий Тихонович дает комментарий. Итак, комментарий. Проповедую, должен знать... Так, эхо какое-то появилось. Владимир Мальчалин, отключите, пожалуйста, микрофон у себя. От вас эхо идет. Итак, комментарий Игнатия Лапкина. Проповедник должен очень много знать и постоянно... Я вновь... Опять я... Владимир Мальчалин, слышите меня? Да-да-да, все выключил. Проповедник должен очень много знать и постоянно учиться. В первую очередь, исключительно хорошо знать Священное Писание. То есть, Ветхий Завет и Новый Завет почти на память. Исключительно хорошо знать толкование Священного Писания по Святым Отцам. И лучше всего запомнить толкование по Блаженному Мафеофилапту. Очень хорошо знать все каноны Вселенских и Поместных Соборов и Святых Отцов. Разбираться во всех современных религиях. И особенно тех... Владимир Мальчалин, выключите. И особенно тех, с представителями которых приходится беседовать, быть в курсе основных мировых событий и знать их трактовку по Священному Писанию. Для отъезжающего на миссионерский труд нужно быть хорошим врачом, земледельцем, строителем и портным. И только после этого, если не вслух, то перед Богом ты можешь сказать относительно своей проповеди. Знаю и проповедую. Не случайно во времена, когда молодой Саввов сидел у ног Гамалиила в тогдашнем университете, изучалась одна дисциплина – богословие. Если они проходили какое-либо место Писания, где духовное сравнивается с видимым, телесным, то этот телесный ученик должен был знать так, как знает учитель. Псалом 88.38 Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Чтобы узнать твердость луны, человечество потратило три тысячи лет, прежде чем получило образцы лунной поверхности. И теперь мы можем подтвердить верность Божию, верность в Его обетованиях и относительно нашего спасения. Оно твердо, как луна. Изучив это, ты можешь сказать – знаю и проповедую. И так во всяком деле. Комментарий закончил. Игнат Тихонович, еще хотите добавить на сегодняшний день? Там, где, говорится, приносили на него многие и тяжкие обвинения и не могли этого доказать. Так вот, сегодня эти многие тяжкие обвинения приводят те, которые в церкви работают, считаются-то. Там было понятно. Это говорили иудеи, враждебное христианство. Как далеко ушел мир. То есть Господь об этом говорил. Будут убивать и будут думать, что служат Господу. Вот эта ситуация сегодня подошла вплотную. И поэтому нужно бодрствовать. Помни слова Иоанна Затауста. Избирая пастыря, не избери волка. А сегодня это буквально на каждом шагу. Какой бы вопрос вы ни задали, ответ будет не по Евангелию. Я имею свободное время сейчас на пенсии. И вот смотрю, популярные батюшки отвечают. Ответить можем очень быстро. Они не отвечают по Библии. Они не знают. Я вот сегодня посмотрел. Придется отвечать завтра на этом. За каждый день где отчет. И вот что нашел. Данные-то эти... Не на пути лежат. В Ветхом Завете слово написано. Написано. То есть отсылка к написанному. 88 раз. В Ветхий Завет по объему в три раза больше нового. Количество страниц. А в Новом Завете там 88. А здесь 105 раз. Христос постоянно говорит. Написано. Сатане отвечают на три главных вопроса мировой скорби. Написано. У русских за тысячу лет, видимо, ни разу никто не сказал, как написано, как считаешь. Евангелие спрятано. И сегодня то же самое положение. Книги есть. Блаженок и филакта можно купить. А отвечают от головы. Как говорится, от тети Фроси. Почему? Нерожденная душа. Сходства со Христом нет. Он знает, как службу вести. Но не знает воли Божьей. Воля Божья, извеснена в Священном Писании. И открывается на молитве, чтобы верил. Вот об этом надо молиться. Мы проходим, что? Нужно крепко об этом молиться. Господи, измени эту обстановку. Не Папа Римский нам нужен, а Христос. Отошел. Продолжаем. Вячеслав, 13-й и 15-й стихи. Слышно меня? Да. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». И толкования. Агриппа был или наместником царя в провинциях восточных. Агриппа был или наместником царя в провинциях восточных и потому назывался царем, или, быть может, он был и сам царем на Востоке, тогда как Нерон владычествовал на Западе и имел резиденцию в Риме. Название «Кесарь» по-римски будет значить «император», так как сиринские императоры, пока были императорами, назывались «кесарями». Однако ж, названия эти не были собственными их именами. Да и Иерусалим был наместником царя, поэтому и сам назывался царем. Пожалуйста. Спасибо. Комментарий у кого есть по этому отрывочку. Я думаю, надо идти дальше. Александр Самогин, 16-18 стихи. Есть? Иван Григорий, предлагаю. Читайте. Слышите меня, Александр? Михаил Кальмаев, читай тогда, 16-18. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Толкование. Итак, ясно, что Пилат, выдав Иисуса иудеям, сделал это злодейскую целью, так как он и суд Божий, и закон римский презрел для того, чтобы, придав кровь неповинную на смерть, угодить убийцам. Хотя за такой противозаконный поступок и подвергался ответственности пред императором римским, который послал его начальникам в пределы Иерусалима. Клеветники возводили на него обвинения, но не доказали его, потому что их клевета и дерзость казались подозрительными, а разбирательство дела не подтвердило ничего. Конец толкования. Спасибо. Идем дальше или кто-то хочет сказать? Игнат Тихонович. Вот здесь ссылается на закон римский, что у нас нет обычая человека наказать, не дав возможность высказаться. В советское время вообще этого не было. Это римское право, заложено во все конституции мира и западной и восточной области земного шара. Но здесь мы еще раз сталкиваемся с тем, что какой был все-таки строй тогда, благоприятный для христиан. Здесь не как верующие, верующие брали, будто бы расстреливали подряд. Никому не давали возможности защиту самого себя дать. А как тройка, прокурор, представитель Крового Суда, все. Было одно время, даже в советское время, приговор обязан был судья сам приводить в исполнение. Приговорил в подвал, и он берет пистолет и стреляет. Но отказались от этого, судьи перестали приговорить к смертной казни. Вот римское право. Если бы оно сохранялось и при Антихристе, практически казней бы никаких не было. Христиане всегда будут победителями. И поэтому мы должны заботиться о законе государственном, хотя бы в молитве. Дай, Господи, добрые законы. Образец – это, конечно, слово Божие. Но по-мирски это римское право. Отошел. Ну вот у меня вопрос по теме. Вот написано, будет взято от среды удерживающей теперь. Толкователи нам говорят, что удерживающей теперь – это закон. И вот сегодня можно ли сказать, что уже взято от среды удерживающей теперь? Что мы видим? Что уже благословляются в различных так называемых церквях. И однополые браки, и детей, и семьи убирают. Ну что только не творится. И всякие эти гей-парады в открытую проповедуют нечисть всякую. Вот можно ли сказать, что уже от среды этот удерживающий взят сегодня? Или еще время будет дальше? Еще хуже, что-то такое произойдет. Геннадий Тихонович, ответьте, пожалуйста. Вот сейчас спрашивают, патриарх встречается с папой, и как вы относитесь? Мне сегодня из Америки такой вопрос задавали. Нас это касается, поскольку открыто им, они все таят, что там делают? Это политический вопрос, религиозно там ничего у них нет. И вот здесь, как поступить? Время ли пришло? Взят ли удерживающий? Нет. Еще не время. Это явно видно. Потому что несправедливость, даже возьмите, проверьте на дороге. Железная дорога работает, значит, есть власть. Как дороги зарастут травой, власти никакой нет. Далее. Сегодня что-то ты сделал, даже несправедливо. Вот этот, как его называют, хирург-боксер-то убил клиента. Его же не убили тут, посадили, сейчас смотрят, как было самооборона или что-то. Это не время. При антихристе ничего этого не будет. Да или нет. Признаешь ты его за царя, за Бога. Никакого права защищаться не дадут. Если бы давали истинное право христианам, то только сказали бы, защищайтесь на основании только одной Библии. У христиан было бы много проигранных процессов. А вот у баптистов почти ни одного. Они знают Писание. Его вполне нам достаточно было бы. Но за то, что ты имеешь Библию, будут карать смертной казнью, как при законе Диоклетиана. Так что нужно сегодняшнее время благодарить Бога, чтобы не было покушений на правителей. И постоянно в молитве призывать мир. Вот мы молимся, да, мир Израилю, России, Украине, Сирии. И где идет война. И перечисляем правителей, чтобы Бог их благословил. Все. Благодарю. Так, Александр Самогин с нами. Что-то вроде подключено. Не отвечаю. Сергей Ильин, 19-й, 24-й стихи. Пожалуйста, читайте. Они имели некоторые споры с ним об их богопочтании. И о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велелся держать его под стражей до тех пор, как пришлю его к кесарю. Агрипп, по 24-й же, да? Агрипп же сказал Фесту. Хотел бы я послушать этого человека. Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, — царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудейское приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Все. Толково слышу. Естественно, говорит о некоем Иисусе, так как был человек со властью и не обращал внимания на Господа. Разбор такого дела поставил в недоумение судью, так как дело было выше его понимания. Читаем дальше. Вячеслав. 25. Ну, я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинения на него. Нетолкование. Августом, равно как и Кесарем, называют императора. Его же называют и господином. Наконец, сам судья свидетельствует о Павле, что он был невиновен. Однако он не освободил Павла. Господь устроил, что Павел нарек Кесаря, а нарекших Кесаря необходимо было послать в Рим, чтобы исполнилось предсказание самого Павла. Наблюдай, как Павел, оставив все, и родителей, и воспитателей, приходит в Рим чистым от всякого подозрения. Все. Вопросы? Вот смотрите, здесь разделение власти и, как говорят сейчас, религии, веры. То есть римская власть, она как бы отделена была от этой веры. Не было у них смычки никакой. А если бы они были такими же верующими, как иудеи, вот эти вот римские прокураторы и император, то, я думаю, что они осудили бы Павла на смерть. То есть связь, вот сегодняшний день, власть и церковь. И она и в императорской России, и в царской России была, власть и церковь были, рука об руку шли. Если власть церковная говорила, что это еретик, то царь как бы вот был обязан этих еретиков преследовать. То есть, а когда отделённая власть от церкви, то уже власть действует совсем по-другому. Она как бы со стороны смотрит на это дело и рассуждает по отношению к ней, какое имеет нарушение со стороны вот этих людей. Бунтуют они или ещё что-то в этом роде. То есть, действительно, это было благоприятное время для христиан тогда. Я всё. Спасибо. Ещё кто-то хочет дополнить? Ну, тогда идём дальше. Читай, Михаил, с 1 по 8, 26 глава. Угу, сейчас. А Грифа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всём, в чём обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне. Если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению, и ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Толкование. Говорил так Павел, не с лестью, да не будет, но желая доставить пользу царю, и тот, кого только что трактовали находящимся под судом, частью подействовал на судью и пленил его. Сам, сознавая это, Павел должен был бы бояться того, что его судит человек, знающий все, но не отклонять такого судьи, который подробно знает все бывшее, значит иметь чистую совесть. Иудеи знают истину, но не хотят засвидетельствовать ее, а самовольно лгут и погрешают против меня. Замечательно, что и фарисеи были и редики, хотя Писание они исследовали и понимали лучше, чем все другие иудейские секты. Понимали лучше, но не истинно, потому что истинного разумения Писания они не имели. Итак, прилежание может обследовать и обсудить дело с тонкостью, однако же понять вполне его сущность не может. Напротив, бывает, что человека обманывает его же ум. Комментарий? Да, комментарий. Ты прочитай, Сергей. Давай я. Значит, есть такое место выделено. Писание они исследовали и понимали лучше. И вот Иоанн Тихоевич дает комментарий на это место, и комментирует так. Тысячу лет православные христиане читают это простое, ни на что не претендующее толкование блаженного феофилакта. Он почти ничего не толкует, но только пересказывает смысл священного Писания простыми, доступными словами, ничего не затемняя и не добавляя. Неужели трудно было православным патриархам, архиереям, священникам и мирянам, читая это толкование, увидеть, что целое тысячелетие истинного разумения Писаний они не имели? Относительно места проповеди, места, которое должно занимать Евангелие на престоле сознания человека. Почему же это место с такой легкостью отдали обрядовому богослужению и требам? Причина только одна. На Руси Евангелие никогда не было проповедовано, как должно. Истинного разумения Писаний они не имели. У меня сразу вопрос. Вот человек спрашивает, а как узнать, истинно или не истинно? Ну вот попробую так вот сходу толкнуть. Истинное толкование вот этого нет. Вот исследовали до нас на Руси или не исследовали? Если бы исследовали, то понимали бы истинно. Как вот доказать, что вот мы вот сейчас исследуем фифилакт, а истинно понимают? А другой вот сомневается. И правильно ли он делает, что сомневается? Или он ложно понимает? Где вот этот критерий истинности? Кто может ответить? Игнать Тихонович, как вы считаете? Истинность всегда искать только в одном месте, не в другом. Слово Божие. И оно должно так вписываться в толкование, чтобы ни одно местописание не противоречило. Вот мне сегодня только из Америки звонили. Вопрос коснулся одной темы, я показал ее. У них вопрос о тысячелетнем царстве этот. Он рассыпается в пух и прах. И однако этим учением хелиазма заражены все до одной секты. Я говорю, как узнать, допустим, православную, не православную? По трем пунктам. Иконы считают идолами. Первое. Второе. Нет священства по рукоположению с апостольских времен. Это не церковь. И третье тысячелетное царство. Хотя тут какие-то воскресения, когда написано в 6 главе Евангелия Теяна, воскресения там 4-5 раз повторяют. В последний день. В последний день. Не за тысячу лет. И при том, притча, когда мы считаем плевел и пшеница, до жатвы. Жатва кончина века. И вот здесь проверить, какой критерий знать священное писание. Сегодня что угодно будут изучать, семинарии, академии. Встречаешься с академистами, не с плохими, с красным дипломом. И как будто бы он просто слышал, что есть Библия, а на нее он не опирается. Тем более дальше начинает служить. У него другие тут дела будут. И он все завалит, завалит и Библию не найти. Как мы читали об этом в священном писании в Ветхом Завете. Потеряли Библию. И при Хелке нашли. Где она? А там под золотом. Во всей стране не было ни одного экземпляра священного писания. И царь впервые услышал. А как же они Пасху справляли? День 50, это вообще непонятно. Это православие. У нас трудно найти хоть одно место в Библии, которое было бы не против нас. Придумали какие-то анафемы. И считаешь, две анафемы только, две всего. Кто не любит Господа Иисуса, а анафема. Если будешь говорить не так, как мы говорили анафемы. Да это все же против православных. Ни Христа не любят, ни святую Библию не знают. Вот как узнавать, правильно или неправильно. Никаких авторитетов быть не может. Сегодня мне тоже из Америки одна говорит. А как же говорят, что Иуда не задавился, наклонилась ветка, и он остался живой. Это у Фефилакты. При чем тут Фефилакты или кто-то? Когда написано, чрево его расселось. Написано. Удавился, и он умер. Я хетофела привожу. Он умер. Его не было уже. Все остальное выдумка. И так в любом месте. Любое толкование, златоусли толкует ли, соборное ли постановление, вы священы во свете Библии. Никогда никому не доверяй. То есть проверяй. Ты не найдешь, что там против. И возрадуешься, как хорошо, что есть святое, священное писание и толкование святых отцов. Вот где критерии. Вот где говорится о иудеях, которые усердно служа Богу день и ночь. То есть эти люди, они и сейчас. Блажен муж уже поучиться в законе Божьем день и ночь. Ночь изучали Тору. Но поскольку, как бы, да, и служили Богу и веровали. Но сказано, день, когда его услышите, не ожесточите сердец ваших. Вот послание к евреям, да? Есть такое, в 3 главе 15 стих. Вот поскольку сердца были ожесточены, они не могли принять Христа. Хотя вот изучали Слово Божие день и ночь. И ждали вот Мессию. Они чаяли встретить Мессию, но, наверное, другого. И вот не рассмотрели, вот. Хотя изучали Слово Божие во Христе истинного Мессии. Вот как бывает с ожесточенным сердцем. Вот и мы должны молиться Богу, чтобы Господь не ожесточил сердца наши. Чтобы не было у нас сердце ожесточено. Не дай Бог. Вот. А видели в Иерусалиме, имели милосердное сердце. И еще интересный момент. Здесь Павел. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Вопрос. Зачем Павел простер руку? Ну, стал бы говорить. А вот здесь описывается, что он простер руку. То есть протянул руку. Интересно. Зачем он это сделал? Ну, спасибо. Кто-нибудь может ответить об этом? Игнатий Тихонович, что вы думаете? А вы посмотрите, сколько памятников Владимиру Ильичу стоит, у рука простерта. Почему? Это означает жест уверенности. Императорам такие же ставили памятники. Жест вперед. Подними руку сам перед собой, посмотри. Почему руку поднимает в голове? Это знак того, что ты приветствуешь его. А посмотри, как у гитлеровцев поднимали руку вперед. Это римский жест. Оттуда идет это все. Ну, вы видели Иуда Бенгур. Когда он его спасает и приветствует, руку вперед выкидывает. Точно как у фашистов было. Так это они там взяли оттуда еще. Знак уверенности и готовности предстать перед любым судом. Этот жест соответствует внутреннему твоему напряжению, готовности. А если руки сзади, это неуверенность, когда человек ходит. Вы не увидите, чтобы император какой-то ходил, руки сзади держали. Руки скрещивают на груди или вперед рука простерта. Знак вождя и уверенность. Вот и все. Понял. Спасибо. Слава Богу. Брат Сергий, можно? Можно. Вот Сергей сказал, что ожесточенные сердца у людей не принимают Христа. А вот в это воскресенье беседовал с пастором, отделенные баптисты у нас тут. И он ссылался как раз в Хелиазм, тысячелетнее царство. И у нас беседа по этой теме была с ним. И он все ссылается на 20 глава, 6 стих. Ну, тут тысячелет царствовать и восхищение церкви будет еще. Сначала восхищение церкви, а потом уже Господь придет судить. И вот, когда я ему приводил все, как вот Игнать Тихонович приводил о плевелах, которые надо оставить до жатвы, о Марфе, которая свидетельствовала, что в последний день будет 6 глава от Матфея, там несколько раз говорится о последнем дне, о духовном состоянии, о духовной смерти, которая произошла в раю, и что должен человек воскреснуть именно духовно сейчас в этом вот мертвом теле. Но у него как бы ожесточенное сердце. И он все время старался вывести разговор в сторону, не хотел слушать. Я видел, что у него действительно ожесточенное сердце. И против церкви, что люди там такие, и что он не принимает вот это вот толкование, которое я ему говорил. Я думаю, что только потому, что у него какое-то действительно ожесточение против всего этого. Хотя он не может никаких аргументов привести. Все у тебя? Да. Вячеслав, девяткой. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Толкование. Подстрекаемые дьяволом и демонами, многие, как бешеные, делали много нелепостей. А я, быть может, бесновался больше их, когда по своей воле причинял зло. Вопросы? Хочется обратить внимание, что человек, который признается в своих простых обеснованиях, сегодня редко, обычно стараются утаить, скрыть свое прошлое, чтобы никто ничего не узнал. А здесь вот Павел прямо говорит, да, и демоны, и бешеные, и слова-то какие страшные. И, говорит, бесновался больше их, толковательно он говорит. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Настолько он был одержим вот этим вот, этой жестокостью, вот этой жестокосердием, если можно сказать, такое, мягко выражаясь, там просто злоба неимоверная на христианах была. Оказалось бы, ну, что я вот сегодня прожигаю межрелигиозную ненависть. А кто прожигает? А оказывается, самый главный сектарет Дурдоркин, наш православный, я как бы, я вот недавно ролик смотрел, ну, просто, и удаешься. Гражданин США, психиатрической больницы, бывший наркоман, сегодня такой пост занимает, главный сектарет православной церкви Российской Федерации. Как он туда проник-то, непонятно. И вот постоянно, вот, раздает вот эти вот ярлыки, ну, а естественно, люд православный, если видит, да, сектант, и вот сколько мы проповедуем, и такие злобные слова, видно, что человек православный, в храм ходит, готовый прям зубами скрижечь. Брата нашего схватила за руку и потащила в храм. Прям как апостол Павел в свое время, когда хватал это или это. Тащил нас, и так же и это. А они, батюшка, Евангелие раздают. Да это ж надо ж, видно же. Такая вот непонятная ревность по Богу. Правильно я тихонечко заметил, что будут убивать, думая, что тем самым служат Богу. Вот в чем опасно. Он же их не научил-то, что Бог нигде не повелевает убивать инакомыслящих, а наоборот, с советиками обращайтесь кротко, и обстричат, дабы впоследствии они могли обратиться. А если ты его метлой будешь гнать, то где же он обратится-то? Наоборот, у вас же стальщица, и война будет, конфронтация, ненависть. До войны неналеко. Можно я тоже скажу? Конечно. Вот что я думаю по этому поводу. Ну, кем там являлся Дворкин до того, лечился ли он психиатрией там, или был наркоманом, это как бы не имеет значения, если он истинно покаялся и служит Господу. Другое дело, что не знаете, какого вы духа. Чем человек наполнен? Если он угождает миру всему, то есть говорит только, чтобы угодить власть имущим и всякого, беда в том, что он не старается привести и обратить людей в церковь Христову, обратить ко Христу. Если он кого-то обличает, его цель сделать этому человеку больно и озлобить человека, разделить его с церковью, а не вернуть его в лоно церкви. Вот это вот беда, вот это вот вредительство и предательство. А не то, что он там был когда-то наркоманом. Ну, был наркоманом, пьяницей, блудником. Нам до этого что? Это его грехи. Как он покаялся? Или там, или Господь в силах восставить все. Если он даже был и вообще разума лишен. Сила Божия, она здесь всякая. На это мы вообще не можем смотреть. Что он и кто был. И был ли он безумным или был это. Он царь Навхудоносора вообще в животное превратился, превращался в одно время, а потом был восставлен. Дело не в этом. Дело в том, что по плодам их узнаете. Какого вы духа? Он говорит, ну вот мы сведем на них огонь. Ученики говорят, вы не знаете, какого вы духа. А здесь постоянно оскорбляются там все пятидесятники. А чего ради ты оскорбляешь-то их, собственно? Ты должен их приводить ко Христу. Ты должен их на основании того, чего они веруют. На основании священного писания, если ты талантливый. Для них священное писание – священное писание. Здравый смысл – здравый смысл, значит. Кому что? Ты должен приводить ко Христу, если ты, так сказать, миссионер. Если ты какое-то общество возглавляешь. А просто там обличить, осмеять там и оскорбить, ну это может любой дурак, прости господи. Это мирские делают только. То есть, господи, прости, не речь на шею. То есть, не Христов дух. А если Христов, слово духа не имеет, то ты не его. Вот об этом я хочу сказать, что Дворкин. А то, что там обличают того, что он был в психиатрии, что он там был наркоман. Вот для меня это полный пшик. Это ничего не значит. Я смотрю на сегодняшний день, кто он сегодня, а не кто он был вчера или позавчера. Потому что сила Божия, она, благодать Божия, она действия, как бы, действенная. То есть, она, в силах Господь восставит любого человека. Да, мы знаем об этом. Вот, что я хотел сказать. Спасибо, Господи. Можно сказать? Брат Сергей, это Дворкин. Да, то, что прошлое, ну прошлое оно это, ты говоришь, по плодам узнают. Так плоды-то, видать, не имеют. А я об этом и говорю. Я и сказал, что мы видим в чем проблема. То он никого не собирается обратить. Он всех осмеивает. Он ведет себя преступно. Ну, а тем, кто он был там в прошлой жизни, там, наркоманом ли он был, ну, в психиатрии лечился. Как он учился? Имеет ли он эти диагнозы? Не имею. Да, если даже на бумаге и имеет он этот диагноз. А Господь может в одну минуту его перевернуть, все сделать с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги поставить. Он уже будет христианин. Другое дело, мы по плодам видим, что плоды-то какие. Что они приносят? Вот цель-то его какая? Угодить власть имущим. И что, привезти людей к Богу? Привезти в цивло на церкви? Нет. Он этого не делает. Братья, это повторение идет. Александр Моресов, давай. Вот я хотел сказать, брат правильно говорит, по плодам его. Ну, правильно, если и... А вот последнее письмо там МВД было, он же был, Хабаровский край, Дальний Восток, там, Магадан, Еврейская автономная республика. И он там говорит, вот по моим данным, вот по моим данным. И начал там приводить кучу примеров, да? И примеры таковы, что он ссорит людей с людьми. Этим вопросом занялся начальник МВД. И там письмо огромное есть. Проверили все, то, что он говорил. Где находится, что там находится. Так вот, по тем адресам, поскольку он сказал, ни одной никакой секты не находилось. И дело в том, что, посмотрите, как подведен закон четко. Сегодня можно любую организацию объявить сектантской. Нет четкого определения. Есть определение вот такое, а вот в их позиции нет. А то, что по плодам явно... И он, брат Сергей, правильно сказал, повторяться не хочу. Надо говорить то, что ты хочешь сделать что угодно Богу, а не тебе лично. Аминь. Вот прошлая болезнь шизофрения, она это остается до конца. И как она не будет влиять из прошлого на будущее человека. Конечно, Бог может всё. Но, однако же, надо смотреть, что было и в прошлом. Тем более, что о спасении души действительно он это не говорит. Я сам был свидетелем его беседы с сектантами. И видел, как он с ними разговаривает. Он просто над ними издевается, действительно. Я об этом и говорю, что издевается, осмеивает людей и всё. А то, что я, например, не считаю... Ну, если для брата Михаила это серьёзно является к чему-то препятствием, что у него какой-то диагноз был. Для меня лично ничего не является. Я смотрю на современный шторш, на нынешний день. Что он делает сейчас? Вот если он приводит в церковь Христова, если он благовествует, да и аминь. А если он просто какие-то там страсти плацкие, там осмеять людей, так извини меня, я сейчас вот выйду на улице и призову там десяток людей. И они ещё более красивее тебя осмеют кого угодно. И над чем угодно. Так это здесь не нужно большого ума иметь. Кого-то осмеивать и разделять. Это чей-то заказ. И явно не христианский, не государственный. Правильно. Это всё во вред и государству, и церкви делается. Я здесь вполне согласен. А дураком прикинуться каждый может в своё время. Кто знает, там, может, за ним какие-то и грешки водились и похуже. И чтобы не привлекли, он стал косить под какого-то и шизофреника. Поэтому здесь трудно судить. Ну, я говорю, силе Бог восставить любого, смотря на сердце. Но плодов мы не видим. Тех плодов, которые должны восходить от человека, исходить, которые восстановлены из пепла или Богом восстановлены. То есть плоды совсем другие. Поэтому есть и сомнения. Мысль-то не к тому, что Бог не силен восстановить. Здесь я с тобой согласен. Здесь речь идёт о занимаемой высокопоставленной должности. Вот. И удивление, как вот с такими грехами. Например, какой параллельно можно привести. Священника не рукополагают, если он не действует. И жена у него не действует. Либо лишается она. То есть какие-то грехи не пускают именно в должность. И тяжкий грех, грех наркомании, я думаю, не должен человек с таким прошлым занимать такой просто. Да нет, это наркомане тут ни при чём. Вот эта вот шизофрения значительно хуже. Ну и шизофрения, тем более. А наркомане что там? Тут наркоман может излечиться, покаяться и исправиться. Да нет. Дело в том, что там сказано правда. У меня тоже знакомые живут в Америке. Что при получении гражданства ты даёшь присягу. Да, вот ещё. Ты даёшь на верность государству тому, что ты ничем не грешишь перед ним. Ты только будешь работать. Сыру тебе скажет, ты будешь работать. Какие-то другие органы, ты будешь работать, содействовать. Ты везде должен говорить всё время. Сосед пьяный поехал, ты должен сказать. Там до всех мелочей ты должен отвечать. И он обучался там, вы не забывайте. Я согласен вполне, что... Он обучался в России. Он не имеет духовного образования российского. Он не умеет... Вот этот термин он сам придумал. Понимаете? И под этот термин теперь уже всех подстраивают. Тоталитарная всех. Я вполне согласен, что это заказ. Что это американский заказ. И что просто так гражданству не дают. Там действительно присягу. И к этому готовят. И экзамены сдают даже по истории. Это абсолютно верно. И он не является гражданином Америки. Поэтому то, что он вполне такой заказ выполняет, в этом я вполне согласен. Можно перебью ещё? И в том году, по-моему, в октябре месяце... Не, не в октябре, а раньше. Путин был подписан указ о запрете двойного гражданства всех лиц, которые имеют чиновничный уровень. Запрете. А он до сих пор почему-то его не лишён. Ну, он не чиновник. Он какой там чиновник? Он имеет пропагандистский опыт на всю страну. Ты что, Сергей, брат? Он на всю страну влияет. Он может сегодня быть в Владивостоке, завтра в Калининграде. Да, я согласен. Плюс у него позиция всех рассорит. Вы посмотрите. Нет, здесь, брат Александр, здесь должна церковь сказать. Вот такой-такой-то, как там его? Александр Леонидович, извини меня, ты к церкви отношений никакого не имеешь. О, да. Поэтому ты, как бы, если ты проповедуешь что-то, пусть за тобой сидит государство. От лица церкви ты говорить не можешь. Кто секта, кто там мекта или кто там ещё там. Это дело не твоё. Тебя никто не уполномочил. А если он вот уполномочен, вот здесь вот нужно спрашивать, кто его на это уполномочен, кто его там, сказать, поддерживает в этом вопросе. Кто там лоббирует вот это вот всё дело. Что он от лица церкви может определять, кто сектор, кто не сектор, и как он относится. Как он там пятидесятников гнобит, что он над ними издевается, что там смеётся. Что это такое? Кто дал право? Да даже если ты православный, суперправославный, тебе никто не дал право смеяться над кем-то. В силе он перед Господом или падает. Завтра ты будешь ещё в худшем состоянии, а он будет, может быть, наоборот, служить Богу. То есть никто не знает. Вот в чём дело-то. А он смеётся, да ещё прикрывается церковью. Вот это вот беда. А то, что там он неуполномочен на церкви, вот это нужно говорить. Это должна церковь быть. А государство оно своё скажет. Если он будет от лица государства говорить, то я думаю, Владимир Владимирович быстро там его приберёт. Что ты? Кто ты такой? А церковь молчит, и всё. Церковь молчит, значит, беда. Потому что нынче в православии почитание с изобулюдством перепутали. Вы посмотрите, как каждый пытается друг другу угодить. Как перед батюшком, как перед Богом прыгают. Никто не хочет сказать, отвезти батюшку. Батюшка, вот ты неправильно здесь поступаешь. Ещё что. Все хотят быть хорошими, понимаете? Ну да. Все заняли такую позицию. И там верхушки тоже не хотят ссориться со властью. Он удобный. Удобно вот в этом, понимаете? Удобно людьми управлять, когда они рассеянны. Когда они против друга настроены. Так если это иностранный проект, то это должны знать, в общем-то, наши спецслужбы. Видно, что это явно иностранный проект, который нужно, так сказать, пресечь. Спецслужбы куда смотрят? Да и там не везде порядок. Давайте дальше. Бог с ним. Бог с ним. Конечно. Александр Марьясов. В ангелии предглазания. 12-18. Глава, да? Да, 26-я глава. С 12-го по 18-й стих. Если я не ошибаюсь. Для сего, идя в дома со властью и поручением от передосвященников среди дня, на дороге я увидел Государь. С неба свет, превосходящий солнечное сияние. А сиявший меня, и шедших со мною, все мы упали на землю. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, Саввов, Саввов, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты? Господи. Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел. И что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и ждребий посвященными. Толкование. Толкование. Сообщая о сиянии светлейшим, чувствуя нас света, считая невозможным уподобить свет Иисуса солнечному свету, Павел, чтобы передать явление так, как может принять человеческий слух, говорит, свет — это далеко превосходящий солнечный свет. То есть необъяснимый свет. Пожалуйста, комментарии желают, если кто скажет. Можно вопрос? Здравствуйте. Можно. А вот по поводу света, вот если этот свет не объясним, то получается, свет — это и есть Господь? Нет? Или я маленько неправильно вопросу даю? Кто хочет ответить? На тех, значит, наверное, ответить. На этот вопрос я отвечаю в завтрашнем ролике будет, уже ответил, посмотрите, который ежедневно даем отсчет. Относительно того, что говорите, вот у вас повторок до пяти штук, вот я насчитал. Возвращайтесь, плоды надо смотреть, плоды смотреть. Не плоды только смотреть-то. Человек занимает должность. Вот возьмите сейчас, человек был наркоман, ну наркоман, изберут его президента? Чего смеяться-то? Конечно нет. А министрам? Нет. Был судимый, судимость снята, в депутаты нельзя избирать. Почему здесь-то по-другому? Дали такую власть, он с архиереями разговаривает, они перед ним сгибаются. Это явно, что заслание с той стороны. Я о том же. Что делают церковники-то? Смотри, он среди архиереев и проще сидит как. Это развал изнутри. Специально человека засылают. Это эксперт по гонениям, которые готовятся везде. Разделение общества идет. В вопросе церковного, он из мирских людей, он сегодня как обер-прокурор. Не в том, что он не покаялся, не покаялся, это на дело-то никак не отражается. Кто он такой? Вот теперь и показываем, там сегодня выставили ролики-то. А нам нужно это знать. Ну, краем уха услышали и все. А что нужно делать? Помолиться за него. Он Бога совершенно не знает. Он в живе стектантов и не видел. А ярлыки навешивают. Вреда-то никакого этого нету. Только одно. Помолиться о нем. И на одном о нем разговор закончен. Он Бога совершенно не знает. И к нему даже возвращаться не надо. Теперь, на сегодняшний день, как это выглядит? Вот теологический факультет, религиозный, как еще называется, для чего? Готовят экспертов для инквизиторов, которые придут. Другой цели нет. А как? Ну как? У евреев Шурхана Рух. Найди лучшего христианина и убей его. Вот что. Они выявляют не из самых плохих. Если где-то кто-то уже начал делать по делу Божьей, люди обращаются. Все силы просят для того, чтобы уничтожить. Он для этого и нужен. Маленько глубже надо смотреть. Вперед. Отошел. Сейчас прошу. Действительно так. Да, ну, четыре сейчас. У нас. Да я вот, Игнат Тихонович, сказал, что инквизиторов готовят. Действительно так говорю. Я ездил в епархию и разговаривал там в миссионерском отделе. У них взгляд такой же, как у Дворкина, один в один. Я спрашиваю, неужели у сектантов, которые очень близко подходят к православию и также почти исповедуют, баптисты отделенные, «Ничему нельзя научиться». А чему у них можно учиться? Ничему у них нельзя научиться. Все, ответ один. И я был в библиотеке в Таштаголе и сказал там в этом миссионерском отделе, что я побывал в библиотеке, там разговаривал с библиотекарями. И понимаете, на этой же неделе целая делегация приехала в Таштагол и беседовали с этими библиотекарями, чтобы они остерегались в данном случае меня, как представителя Игната Тихоновича и представителя книг его. Моментально среагировали, сразу туда рванули и сразу начали обрабатывать людей. А у нас в поселке я иду, раздаю визитки, допустим, я иду, беседую, приглашаю на это занятие, а следом за мной православные идут и говорят, не берите эти книги, не берите, потому что эти книги эритические, им только руки не доходят, чтобы схватить меня, допустим, и казнить. Нету власти у них такой. А если бы у них такая власть появилась, она может и появиться, потому что я действительно готовлю таких вот инквизиторов, которые будут смотреть, сходятся вот с этим вот обрядовым православием или не сходятся, что говорят. Ну, я все. Можно вопрос задать мне? Алло. Да, можно. Может ли Милленин читать священное писание вот с толкованием, как мы сейчас вот здесь с вами, в храме, в формате, скажем, воскресной школы? Ну, а почему не может? Ну, я не знаю, может быть, есть какие-то каноны или еще что-то. Просто дело в том, что вот у меня сложилась такая ситуация, я последние несколько, два воскресенья общался с батюшкой и на последнем воскресенье, как бы сказать, не уговорил, что ли, а предложил ему сделать воскресную школу, чтобы народ просвещать по Гиблии, да еще и с толкованием. И удивительно, он пошел мне навстречу прямо сразу и благословил на это дело, говорит, и ты будешь вести это, ты будешь, говорит, читать. Я говорю, ну, хорошо, я буду. И спросил его, конечно, не нужно рукополагать меня там чтиться, а может быть, или как. Он говорит, нет, нет, ничего не нужно, благословить меня и все. От Иоанна 5, да, от Иоанна 5 глава, 39 стих, что нам говорит? Исследуйте Писание. Это для нас, для всех христиан. Я слышал, что в храме Миленин не может проповедовать во время богослужения, Нет, во время богослужения, да. А после... Она уже после богослужения, но она же тоже, как бы, к храму относится. Поэтому Игнать Тихонович тут разрулится. Я преподавал закон Божий. Читал. Слушайте, я тоже преподавал закон Божий в храме. Ничего страшного. После богослужения очень много мирян преподают и читают Священное Писание. Все нормально, брат Вячеслав. Поздравляем. Дайте, пожалуйста, какие-нибудь советы, как правильно это делать. Как вы это делали? Ну, у меня там разновозрастные были, то есть и взрослые, и маленькие. То есть, как-то надо было вот это все рассоединить. То есть, детям довольно-таки тяжело, и я как-то говорю с позиции того, что детям не начнешь читать Евангелие в таком вот понимании. Там есть детские Евангелии, ну, там, а я как-то к этому, ну, там много такого сказано, как-то умягченно, отклоненно. Я попросил там, говорю, девушка, вы занимаетесь тогда, а я буду с более старшими. С более старшими я рассказываю, как мы вот сейчас общаемся. И то есть, начинал, вот, начинал точно с того, что я в первый раз увидел Геннадия Тихоновича книжку потом. И вот начал, вот, что проповедь в православии начинается с покаяния. И потом уже, а что такое Евангелие? Что такое православие? И вот все-все-все с этой первой. А потом уже Господь тебя ведет, ведет, и как Роман Фроткопевец становишься. Потому что ты учишь и сам учишься. Ты начинаешь искать, читать. Тебе надо уже, у тебя Господь побуждает к этому, чтобы ты вот больше донес, и больше понятного. И будешь произносить те вещи, которые тебе очень хорошо понятны уже, которых ты светом... Ну, конечно, подготовка должна. Подготовишь время, на это уходит много. Я сразу еще... Можно, да, я то скажу. Со своим опытом поделюсь. У нас в краме были разделены на три группы. Младших детей вел там отец Андрей Дьякон. Священник, вернее, был. Средних отец Игорь вел Дьякон, а я вел самых старших. И я вел у них в основном... Ну, сразу сказал, что я буду вести обличительное богословие. Настальник говорит, обличительного богословия сейчас нет, не надо, веди сравнительное богословие. Так он называется. Я говорю, хорошо. Буду вести сравнительное богословие. Ну и что я могу посоветовать, например, на сегодняшний день? Как я вел. Я вот составил такие вопросники в свое время. Сейчас я их издал. Там вот, например, сначала, естественно, начинал со священном писания, познакомил там, какие в основном секты сейчас у нас есть, и течения. И чем они отличаются друг от друга, и чем они отличаются от православия. В какой секте, что у адвентистов нет бессмертия души, что бессмертия души, неверная в ад и в рай. Потом у баптистов свое, что они сейчас спасены. В общем, сначала обозначил вот эти, как бы сказать, границы каждой секты. А потом уже как бы подвигал беседу. Например, такие вот вопросники создал я там. Например, ангелы, ну, ангелы, допустим. Что там? При природе ангелов. Евреи 1.7, 1 Петра 1.12, 1 Коринжан 6.3. Потом их предназначение, вида ангелов, и все это по священному писанию. Человек вот давал такой листок. И человек, заполняя по священному писанию, уже он приручался к священному писанию, заполняя этот листок, он уже, у него оставалось на всю эту жизнь этот листок. Он мог посмотреть. Проводил такие вот беседы. Например, я, допустим, баптист, а вы должны меня вот на основании священного писания, поскольку, ну, и здравосмысленное, естественно, постараться обратить в православие. Вот такие беседы проводил. Сейчас вот можно добавить, вот есть у Игнатий Тихоновича, например, одну лекцию он записал, очень неплохую. Там вот он схему нарисовал, где вот, как вот, тысячелетнего царства. Эту схему можно перерисовать вот так вот. Правда, сверху надо нарисовать еще баптистское видение это, ну, вернее, еретическое. А в них у наше православное. И написать места из священного писания, где это подтверждает. Вот. Что вот ерес хелиазма, что прежде всего вот баптисты, да и все вот сектанты, они обращаются к хелиазму. Просто нужно сразу священнику сказать, вот я немножко буду в священное писание, потом найду себе замену, кто будет вести священное писание. А я можно буду вести сравнительное богословие. Вот как. В дальнейшем, если что, я могу вот эти вот изданные вопросники вам их прислать даже. Вы потом их можете там посмотреть, там перелистать, сколько так же я могу. И тоже вот как бы их подключить. Больше схем. Потому что люди, они любят, больше запоминаются, когда есть схема. Вот схема. Доска, на доске вот больше рисовать. Например, что такое церковь. Как понимаете, церковь воинствующая, церковь небесная, да. Вот. Что как врата ада не одолеют ее. Все это, когда вот зрительно, люди воспринимают гораздо лучше. И когда, главное, чтобы трудились по священному писанию. Разбирать, кто в эту неделю что прочитал. Есть ли такие, что прочитал. Есть ли какие-то вопросы по священному писанию. Это разбирать. Это очень важно. И вот, конечно, вот определить темы, которые вот нас отделяют с теми или иными сектантами. И на основании священного писания уже это разбирать. Вот как бы я вот так действовал. В то время, когда мне благословили преподавать сравнительное богословие в Ильинском храме. Сергей, брат Сергей Басков. Игнатьев Ильич хочет сказать слово. Пожалуйста. Я даю данные. 719 правил, которые действуют сегодня. Из книги правил. Из них 413 ежедневно, целенаправленно, нарушаются практически во всех храмах. Цифры эти можно запомнить. Более 170 правил вообще выкинуты из книги правил. Совершенно как будто их и не было. Так вот, есть правило апостола Павла. 18 правило. Учитель, хотя бы из народа, если он искусен в Слове Божьем и чист по поведению, пусть учит. Ибо все будут научены Богом, как написано. Считаем. Евангелие от Яна 6, 45. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне. Вот ответ. Все могут проповедовать. А в храме, вот у меня рукоположил епископ, в щица, это низшая должность и приэтора, чтобы я мог при архиереях проповедовать прямо в храме. Какая вот история. А до этого, когда батюшки не было, мы богослужение ведем, а потом проповедь сказать, выходим в трапезную. Столы поднимали один на один, и я говорил проповедь. Несколько лет. Мы никогда не посягали на это правило. Но это правило с такими оговорками. На нашем сайте, во свете Библии, на сайте, не на форуме, там есть раскрытая книга к истинному православию. И в теме о благовестии, обязательно ознакомьтесь. Там выбрано все, что только было, и в Библии, и у святых отцов, и в канонах, и в житиях святых. Вот четыре параметра. То есть материал настолько полный, что к нему практически добавить уже нечего. Зайдите на наш сайт и посмотрите. И тема эта уже для нас будет понятна, чтобы не толочься. Теперь, вот эти, что делают, сегодня настроили они, там называют, отделы, или как-то руководство, миссионерские отделы. Это и, я сколько он знаю, это как инквизиторский змеюшник. Самые хамовитые, самые дерзкие, самые безбожные, все туда стекаются. Они их благословляют на это, как разговаривать. И особенно, я не знаю, с чем связано, те, кто был связан с Даниилом Сысоевым. Если хоть какая-то связь была, они озверелые какие-то. С чем это связано? Я не знаю пока. Это мне некогда заниматься. Даже на фотографии показывает, стоит русская женщина, девушка, приняла мусульманство. Ну и как она открыта, понятно. И тут же развалившаяся на капоте, юбка сантиметров 20, дочь его родная, Даниила Сысоева. С чем это связано? Не знаю, но что-то там было. Для меня он святой человек. Ну а как? Не как молиться. Какие отделы были? Когда идите, все проповедуете. Идите, нет, это отделы. Они устроили себе какое-то такое отделение. И они там теперь решают, его благословили. Над ними там высший есть, кто-то говорит. Все это выдумка, структура от сатаны. Сборище сатанинское. На большинство, можно сказать. А называют себя иудеями. Они ничего не знают, совершенно. Посмотрите, как нагло ведут себя. Так называемый царион, Афантео. Он прямо с кирпичом в редакции сидит, на столе лежит кирпич. Для чего? С сектантом, бить окнам. И он навстречу сидит, беседует с Дмитрием Смирновым. И он его, поп, подбивает на этот, уголовники. Ну, тогда так и надо делать. Людей набирать, что с ними разговаривать. А те Дмитрий Смирнов говорит. Правая рука патриархи Кирилла по силовым структурам. Дожились, дошли. Все там возобили, прямо кричат в интернете. Да это же уголовники. Мы все для царя, батюшки, одинаковые должны быть. Я говорю, как православный. Мы ездили, когда дорогой, нас задерживали. Я не знаю, Сергей как раз был там, где нас задержали, и ты съемку-то вел. А милиционер-то говорит, нельзя снимать. Нас задержали, за собой провели. Я говорю, можно, но уже в здании нельзя. А когда узнали, что мы православные, так они нам руки жмут, выводят на улицу и показывают, где находится библиотека, проще. А в другом месте сотрудник уголовного розыска прибыл. И тоже сфотографировались вместе. Я подумал, какой ужас, что нас ожидает. То есть они нас выделяют как своих. Да, нам, конечно, приятно, что нас встретили, проводили органы власти, проверили документы. Но остальные-то, а мы думали, что это баптисты. Да баптисты-то чище нас всех живут. Возьми 100 православных, 100 баптистов, даже сравнивать не надо. У нас нет таких людей, которые бы 100 человек, а ни один не матерился, ни один не пил, ни один не курил. А у них сплошь такие. У них это норма, нравственная жизнь. И поэтому все сегодня, какие отделы, там, сенсорские и прочее, это только помощники Антихристу будут гнать. Нам придется кровью харкать за то, что нас власть приближает к себе. Отошел. Игнат Тихонович, Игнат Тихонович, простите, там не 18-е, а 15-е правило. 15-е правило. Я считаю, у меня 17-е. Апостол Павлов. Я считаю, у меня на 18-м стоит. А 15-й, кто следует ельинским обычаям или жидовским басням, тот или пусть отстанет от всего, или да будет отринут. Вот на 15-м. Ну, может быть, в разных редакциях по-другому печатали, не знаю. У меня 18-й. Ну, у меня... Я помню, с истины православия. Учитель есть, мирской человек. Да. Ну, это сейчас поставили в интернете, я оттуда взял, там смотреть не стал. Там-то, когда я писал, я брал из книги правил на Маканон до Никоновской. До Никоновской еще. То есть старинные-старинные книги. Тут написано, с оригинала по 13-й и 8-й. Все, значит... Лист 26-й наоборот. Значит, 15-й. Сегодня они почему-то передвинули, я не знаю. Я взял с интернета. Нет, это у меня с вашей книги, я потому что выписывал. Все, значит, 15-й. Я говорю... Мне вот это надо было выписывать? Я работал с книгами, с конкретными книгами, старые книги. Так, дальше вопросы. У меня нет вопросов? У меня есть. Ну, давайте. Я вот хотел вести занятия по книге, Игнасти Тихонович, по вашей Новый Завет с толкованием. Взять прямо и читать. И сразу вот вопрос возникает. Когда мы доходим до ваших комментариев, стоит ли их в храме, как бы... Я считаю, что стоит. Но каковы будут последствия? Не лишат ли меня после этого возможности, так сказать, читать-то в храме? А вот слушай, Вячеслав. Потому что они обличительные. Написано, не жалей розги, воспитывай сына. Написано, не жалей розги, воспитывай... Ну, что-то мешает там, говорит. Понял. Воспитывай сына, не жалей розги. И ты желаешь воспитать его для Бога. Он лжет и курит, и уже из дома вещи тащит. Ты его наказал. Ювенальное висице у тебя отнимет его. Но что делать? Да Богу доверься. Бог берет ответственность за себя. Ты должен быть им уверен. Вот у меня знакомый, он с Алтая в Казахстане. И вот он, Алексей Матюшин. И ведет занятия, все как надо. И Бог благословил его. И вдруг, сейчас пишет, в воскресенье ему уже будет разбор, за связь со мною. Говорить надо все. Они не принимают ничего. Это застывшая форма. Ее надо размочарить. Ну а как? У нас третий том открытым оком. Вот занятие вести надо. Третий том. Ну зайди на сайт на наш, где мои книги-то. И там пособие по изучению Евангелия от Марка. По нему, а где нужно местоописание пояснять, берите тогда из нашего вот этого трехтомника. Вот как надо вести. Образуйте общины. Это лучший помощник и священца будет. А если он против будет, это его выбор. Вы продолжайте заниматься. Придет время, он опомнится и будет другой вопрос. Все. Хорошо. А начинать вот занятие. Я вот тоже думал, действительно, может быть, по Евангелии от Марка нам начать? Или все-таки от Матфея прям начать с самого начала читать? Воскреслав, не Евангелие от Марка, а пособие. Там какие вопросы задавать, сколько человек. Зайдите, скачайте третий том открытым оком. Я уж третий раз говорю. Скачайте. Она живая. Она в натуральном виде. И там написано пособие для изучения Евангелия от Марка. И там в самом пособии говорится, какие места Библии дополнительно читать. И вы эти места считайте с толкованием блаженного фифилакта из первого тома. 331-я страница. Вот, видишь, уже нашли. Как образовать общину? Начинаю от Марка. Марка оно более такое простое. А потом от Максима. Самая дорогая и самая удобная. От Марка пойдете от Бога, потом от Максима. Ну, а если начнешь комментарии читать, и священнику доложат, ну, что ж. На все воля Божия. Не бойтесь вы никогда ничего. Страх должен только перед Богом быть. А перед людьми не надо заискиваться. Как есть, так и надо говорить. За это гони меня тоже говорят. О, латкинец. Я говорю, не латкинец, я Христов. А научен латкиным. Я говорю, учитель не тот, кто это учит, а у кого учатся. Ну, нападали, нападали. Ну, что нападают. Я везде одинаковый. То есть, еще вы сами должны, ну, как бы, сопоставимо быть. Вера и образ ваш. И внешнее, и внутреннее состояние. Не раздражайтесь, не нервируйтесь на них. Ну, сказали, сказали, раздражайтесь, пошел. Ну, то сестра Ольга, может быть, поделится еще опыт ведения занятий в храме, когда священник был против, а потом смягчился. Да, он и сейчас против. Включает фильмы, такие, как «Спасайся, брат», такого содержания, и перебивает все наши занятия, старается вот именно насадить какие-нибудь фильмы, объявляет в храме, что пойдемте смотреть, я вам фильм приготовил такой-то и такой-то, с нами в последнее время не ходит. Поэтому у нас регулярных занятий не получается. Но люди, люди спрашивают меня, будут ли занятия именно по блаженному февилакту, не у священника, а у меня. Наши, которые ходили постоянно на занятия, пять-шесть, около десятка постоянных, те спрашивают, интересуются. И вот мы сейчас уже подумываем, может быть, даже где-то вне храма нам собираться теперь. А так я тоже читала блаженного февилакта, с Марка начинала, Евангелие от Марка, и вот пособие по третьему тому, 331-я страница. и всем нравилось. Простите, а чем вот пособие, вот сейчас я его открыл, что тут, вот чем оно помочь мне может? А чем помочь? Читаешь прям по книге, как хотите? По порядку. По порядку читайте, что там написано. По порядку читаешь и начните заниматься только. И что там написано, сколько человек, какие вопросы задавать, что он мне поможет. Да ты без этого, совершенно опыта никакого нет. это пособие, оно уже проверено, опробировано. И когда говорят, у меня есть Библия, Библия лежит, я говорю, толкование надо, а я купил с блаженным филактом. Все нормально. И стоят эти книжки рядом. Но вот стал читать наш вот это издание, трехтомник-то, сразу бунт. Да такого нету. Я говорю, проверь, проверил, а как же я читал, не замечал. У меня жирным шрифтом выделено. Комментарии. Бунтует против, проходит время, говорит, я теперь только ради комментариев и читаю. Потому что это дает жизнь на сегодняшний день. Слово Божие живо и действенно. Оно говорит комментарий, как применить на сегодняшний день. Если ты не считаешь комментарии, то ты ничем не отличаешься. Ведешь занятия никак не в церковном доме. Вот Оля говорит сейчас, решили в другом месте. Там поп будет все время давить и давить. А так у тебя домой он придет? Да он и не придет. А если придет, он тише мыши будет сидеть. Только не в церковном здании. Отдельно где-то собирайтесь и на кого не смотрите. А они что-то сделают, еще они не сделают. Нету, они беззубые. У них нет ничего. Вот и все. Ну, нам начать-то может быть стоит в храме, когда ячейку первоначальную сходить. Если сразу сказать пошли ко мне домой, то не все и пойдут. Конечно, с храма надо начинать. Он говорит, на начале. Брат, вот смотри, Сергей с храма начнет. Когда это, я начинал это, я пошел к священнику, говорю, дай мне благословение на то, что это, я буду преподавать, заниматься в библиотеке. Библиотека, там несколько километров от храма. А он мне говорит, ну, иди занимайся. Он еще не знал, что это я связан с Игнатом Тихоновичем-то. А потом, когда узнал, так это там, это уже другой разговор пошел. Но, тем не менее, он дал благословение. Я ходил людям, говорил, что у меня благословился такой-то, такой-то священник. Они все равно не с недоверием ко мне относились. Как так? А почему не в церкви? Ну, почему не в церкви? Потому что храм у нас далеко от поселка. А здесь библиотека рядом, прямо в поселке. Вот поэтому, ну, трудно переубедить, конечно, людей. Они сразу видят, как будто это сектантское что-то. Но, тем не менее, это так вот у меня, допустим, допустим, Дионисий Ариапагетский. Киприян Карпагенский пишет, состояние народа было такое, что православных считали эритиками, а эритиков православными. Это ничего нового, это в этом нет. И поэтому, ты начинаешь делать, ты приготовься к искушениям, обязательно это будет. Притом, это не в одном месте. Это практически везде одинаково. Только начинает вести занятия, объявляет сразу войну. Но дальше ничего не идет. Он грозится отучить от причастия. Это самая страшная игра. Игра причастия. А он ставит уже, тут, говорит, свою голову на плаху ложит. Вы о нем молитесь, продолжайте заниматься. И тогда плоды будут видеть, приглашайте людей. Они сразу объявят войну. Будут объявлять там вон напротив. Это не надо смотреть, это совершенно естественное состояние. Ты знаешь, куда вышел. Тогда будет какой-то, ну, хоть маленький, говорится, навар. Что-то будешь в себе приобретать. Давать людям. Молва пойдет. А если ты будешь опасаться, то нельзя говорить, это нельзя. Ничего и не будет. То, что ты не делаешь, так оно и сделанным ничего дальше не будет. Вот она, священника пригласили, и надо пригласить один раз. Он что, фильмы? А какие? Да пустяшные совершенно. Настоящего-то нет. Но он все время тормзом является. И поэтому апостол Павел, говорит, сразу отделил, в некотором училище тиранно стали проводить отдельно собрания. Невозможно, они все время мешают. У них задача другая. Выходит староста, мы проверили, они Евангелие читают, братья и сестры. Они что нам говорят, эти люди-то пришли, это же еретики. Они говорят, жить по Евангелию. Да, братья, дорогие, сестры, кто когда жил по Евангелию? Да разве мыслимо это дело? А у Оли там священник этот выходил и говорил, вот появились люди с бородами, с поясами. Это как американские шпионы. А когда дальше-то пошло, теперь приезжает Потеряевку и служит. Это их священник. Я, Оля, это говорю, нет? Да, да. Вот так. Все меняется. Но только ты должен стоять прямо, не горбатиться. Ты пошел за Христом. И смело свидетельствуй. Туда, Господи, веди твоих героев. И Аиля 1.11. Иначе ничего не будет. Трусливым Бог не помогает. Участь боязвих возле Огнен. Еще боятся-то их. А у них никакой власти-то нету над тобой, когда ты вышел из храма. Привенись ее, это все. А дальше плоды явятся. Потом будет приезжать может архиерея и будет говорить, и вы их гнали. Что они сказали не так? Какие-то каноны нарушили? Нет. Они служители тьмы. В этом положении они людей держат. А вот у Плещей весь такое осцентрение. Пророки тьмы и человек, как от чумы, от вас с проклятием отпрянет. И имена их презирать своих детей научит мать. Вот какая их участь. Ты уверовал? Иди, неси Слово Божие. Кого больше надо жить служить? Бога ли человека? Вот ответ апостолов. Ты один раз выступи и сам посмотри со стороны как это будет выглядеть. Сначала два человека, три. Проходит время и все меняется. За мной они гонялись по всем университетам, по школам. Естественно, нормально это явление. Безбожники, лютые демоны. Это все было. На это не надо смотреть. Ты продолжай делать. Иди своей дорогой. А что тебе до того? Ты иди за мной. Господь ответил. Ну и все, наверное. Я вам сейчас скажу коротенькую ремарку. Вот знаешь это. Вот я рассказывать и говорить открыто начал. Вот до того, до потеряевки, до крещения, я был скромен вот в этом всем. А после крещения мне вот Господь правда открылся, а я вот теперь уже не забываю. Вот только после крещения вот это произошло. Еще хотел это добавить. Секунду. Я пошел к священнику благословение брать только потому, что православные как немощные. Они же любят, когда берут священника благословение. Я думаю, возьму благословение, они увидят, что я такой же православный и буду ходить и проповедовать. Ну в общем-то они меня раскусили, что я не совсем это так. все равно подозрение было у них. Так, оповещаю. Братья, слушайте внимательно. Мне сейчас только что скинули данные. Дудин, Сергей сейчас проводят занятия по нашим занятиям. Эти ролики берут и видимо там они по ним теперь пластают. занятия им дано. Ну и маленько может что-то у них останется. То есть какой бы мы ролик не выставили, для них сегодня пища, которой они питаются. Но все надо провернуть. О чем мы говорили сегодня. Вы приготовьтесь. Ваши имена будут склоняться в другом сопряжении, чем вы привыкли ложиться спать. Так что переходите на долго терпение. Они давно сопряжаются. Давно. Ну меня уже объявлял священник Самвона, что надо с братом разговаривать и обращать. А то он куда-то уклонился не в ту сторону. Ну Сергей, давай прощайся. Прощаемся. Ну достойно есть? Да, я кого есть, но давайте планируем. Да, я кого есть, я кого есть, я кого есть, я кого есть, блажен и селегу в городе слухи, присоблажен и пренепоручную. И Батерь Бога нашего честнейшую серу и слава и слава и стер один. И из искрения Бога слава рода слухи, 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 обороти Россия, Украина и Сирии, где идут войны. Господи, помоги нам верить Слову Твоему и никаких авторитетов не ставить выше Святой Библии. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христа. Спасибо, Христа. Смирно могу брать. До пятницы. До пятницы. Отключай нас, Сережа. Спасибо, Господи.